Сегодня городская клиническая больница отмечает свой 60-летний юбилей. Это праздник для всех сотрудников, для всего нашего населения. В целом для истории 60 лет это мгновение, потому что история измеряется столетиями, тысячелетиями. Если это говорить о человеческой жизни, то это продолжительный путь, который преодолевает трудности, которые есть счастливые минуты, счастливые мгновения. Но в целом это действительно большой заслуженный юбилей. Конечно, больница существовала в городе Балакова и ранее, но новый облик, который она приняла, это случилось в 1962 году, в период начала комсомольских строек. Население города стало увеличиваться и принято решение создать отдельный больничный городок, который именно в ноябре 1962 года был запущен. Это был первый корпус. Сейчас мы его называем специализированный корпус, там, где больные с неврологическими заболеваниями находятся. Тогда это был современный корпус на 8 отделений. Помощь оказывалась тоже всему городу. Это казался современный комплекс. Позже, в связи с увеличением города, с ростом города, стало видно, что этого, в общем-то, недостаточно. И поэтому до начала 70-х годов, то есть в больнице стали появляться расти новые корпуса. Это хирургический корпус, инфекционные корпуса, и затем перинатальный центр, он тогда назывался родильный дом. И в завершении в комплексе был построен комплекс детской больницы, которая в сегодняшний день тоже входит в состав нашего лечебного учреждения. И все эти 60 лет, конечно, больница динамично развивалась. За 10 лет мы открыли первичное сосудистое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, для больных с инфарктами, со своими отделениями реанимации, которые оказывают медицинскую помощь этим пациентам. Было открыто консультативное экстренное отделение, так называемая санавиация, которая осуществляет транспортировку больных в самой тяжелой категории. Так, например, на сегодня наша машина возвращается из Москвы, куда в сопровождении реаниматолога отправляют тяжелого пациента в федеральную клинику. Открыто было на протяжении этих лет и отделение гемодиализа, то есть аппараты искусственной почки. На сегодняшний день у нас уже функционируют три компьютерных томографа для обеспечения бесперебойной работы, круглосуточной работы всех подразделений и учреждений. Впереди в этом году мы размещаем аппарат МРТ. На следующий год это региональный сосудистый центр, то есть ангиограф, который будет функционировать тоже в круглосуточном режиме. У нас появится возможность не только ангиографии и стентирования выполнять на базе нашего учреждения, не выезжая в областной центр. Все эти успехи, они, конечно, благодаря вам, уважаемые наши сотрудники, уважаемые коллеги. Действительно, это очень сложный, нелегкий труд, но благодаря вашей работе мы видим счастливые глаза выздоравливающих пациентов. Это самое главное для доктора. Конечно, очень важно, когда в составе учреждения работают ветераны, которые делятся своим опытом, которые передают свои знания, свой талант своим ученикам. И очень приятно, конечно, видеть то, что в коллектив приходят новые молодые доктора, молодые медицинские сестры. Это говорит о том, что у больницы большое будущее. Редактор субтитров А.Семкин